В Ненецком округе, как и по всей стране, проходит неделя финансовой грамотности. Генеральным партнером мероприятий выступает Сбербанк. С 9 по 16 апреля для детей и молодежи окружной столицы Сбербанк проводит очные уроки и экскурсии в офисы банка, а также серию обучающих вебинаров. На одном из уроков финансовой грамотности, который состоялся в пятой школе, побывала и наша съемочная группа. Девятиклассница Илона Карипанова планирует поступать в Музыкальный Архангельский колледж на дирижерское хоровое отделение. Собственно, с финансами никакой связи. Но девочка уверена, уметь правильно распределять собственные средства необходимо независимо от того, какую профессию ты выбрал. Ярким примером того, как правильно управлять семейным бюджетом, для выпускниц является ее семья. Выдают зарплату, например, у мамы с папой. У мамы, например, выдают в одно время, а у папы спустя, например, полмесяца. То есть разные сроки зарплаты. И в начале месяца планируют, на что потратить эту зарплату. То есть, например, заплатить за те же коммунальные услуги и оставляют какую-то часть денег на другие нужды. Пятая школа, в которой учится Илона, является одной из самых передовых и инновационных в округе, в том числе благодаря сотрудничеству со Сбербанком. И именно в этой школе третий год подряд, в рамках недели финансовой грамотности, сотрудники банка проводят уроки для детей. Им это очень интересно, потому что именно с девятого класса они начинают определяться, в какую профессию пойдут и кем будут становиться. Поэтому такое социальное партнерство и с Нинницким отделением, и с Всероссийским центральным банком для них очень полезно и интересно. Вопрос профориентации является для школы одним из самых важных. По словам директора Натальи Ичаловой, именно благодаря таким урокам ребята могут не только определяться с профессией по жизни, но и научиться управлять деньгами в обычной жизни. Мы с удовольствием принимаем у себя на территории и общаемся с людьми разных профессий. Наша задача – помочь детям сориентироваться в будущей профессии. Но я так думаю, что это и социальный опыт, ведь они жители нашего города, и довольно взрослые жители, чтобы они могли пользоваться услугами Сбербанка, знать, может быть, какие-то моменты организации работы Сбербанка. В рамках этой недели сотрудники Нинницкого отделения Сбербанка проводят уроки финансовой грамотности и экскурсии в банк, знакомят ребят со спецификой работы и богатейшей историей учреждения. «Изберегательный банк имеет богатую историю, и хотим поделиться теми знаниями, тем опытом, который у нас есть, с молодежью. Видим, какие цели при этом познакомить молодежь с основными принципами финансовой грамотности, в какой-то степени научить правильно оценивать финансовые риски, и, наверное, рассказать о первых шагах для того, чтобы уметь правильно принимать финансовое грамотное решение». Работа по повышению финансовой грамотности населения – один из ключевых приоритетов социальной политики Сбербанка. Для этого разработан целый ряд образовательных программ, которые охватывают все категории населения страны – от школьников до пенсионеров. Илья Сахаров, Елена Семеновичева, Владислав Носкин, Телеканал Север.